Стоит лишь открыть дверь в подвал, как тебя облепляют комары и мошки, демонстрируют жители. Затем все те же насекомые летят в квартиры, не спасают даже сетки на окнах. В подъездах сырость и неприятный запах. По словам людей, жить в таких условиях становится не просто некомфортно, а невозможно. В подвале стоит тухлая вода, зловонный запах, полчища комаров летают, в подвале много ненужного мусора, который не убирается. И такое состояние подвал периодически повторяется у нас из года в год. А также просел фундамент по всему периметру дома, асфальт у четвертого подъезда с выбоинами. Трудности возникают не только летом, но и зимой, когда подвал начинает заливать кипятком. Парит иногда так, говорят жители, что в подъезде просто ничего не видно. Деревянные входные двери разбухают, а стены в квартирах покрываются грибком и плесенью. На протяжении нескольких лет жители пятиэтажки обращаются в управляющую компанию, но те, кто должен следить за нормальным состоянием здания, почему-то не исполняют своих обязанностей. В итоге проблема так и остается нерешенной. Дело в том, что управляющие компании меняются, как я уже сказала. Изначально, когда они вступали в свою силу, они обещали нам, что наведут порядок, но до сих пор ничего нет. Сегодня приезжал мастер, хи-хи-ха-ха, на том расстались. Жители надеются, что на них все же обратят внимание. По их словам, жить в таких условиях в 21 веке ненормально. Помочь в решении проблемы люди просят районную администрацию и надзорные ведомства. Павел Баймаков, Дмитрий Лукин, СТВ